Всем привет, дорогие друзья! С вами Шимора. И что я вам хочу сказать. Значит, был снова очередной вайп, потому что в игре с читерами проблемы. Проблемы очень большие, соответственно, играется сейчас тяжело из-за того, что большое количество читеров на сервере. И, соответственно, нам приходится с вами приступать к различным мерам. А это отжатие лута у пацанов, которых мы встречаем. То есть вот я увидел мальчишку. И, соответственно, сейчас его буду забирать. Мы будем... Да, вот, хорошо, малюха, хорошо сразу стало, ребята. Ой, спасибо тебе большое, давайте разберем его на то, что нужно. На кости, что там у тебя есть? Что-нибудь выпадай. В общем, ребята, снова был вайп, и новости довольно печальные. Как хорошо разлетелось тело, господи, как это приятно. Так, подождите. Там ноги, руки. У него ничего не было, ребята. Ладно, давайте заберем то, что у него было. Заберем бандажики. Сами немножечко отбандажимся. И пойдем приступать к новому строительству. Вайп за вайпом, ребята. Вайп за вайпом, дорогие друзья. Вот такая вот ситуация у нас сейчас. Это неприятно. Это печально. Это больно. Но все-таки надо двигаться дальше. Там у нас уже все отлично было. Поставлена башня, елки-маталки. Много еды, кости, крест. Все это мы сделали с вами. Жалко, вот у мальчишки ничего не было, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, если что, сейчас попробуем найти людей, убить их. Забрать у них лут. Очень неприятная ситуация с читерами. Разработчики стараются, конечно, видите. Выпускают патч за патчем. Там пытаются ввести античит-системы и прочее-прочее. Но все-таки, видите, читеры у нас любят ломать хорошие игры. И я думаю, конечно, все исправится, ребята. Все будет поправлено. Но осадок неприятный. Осадок неприятный от того, что читеров очень много. Аккаунты, естественно, тоже блочатся, ребята, банятся. Но разве ты читера можешь остановить блоком аккаунта? Я думаю, нет. Так, кто там там, мальчишка еще один? Давайте просто побегаем, отожмем здесь что-нибудь у кого-нибудь. Мне нравится отжимать лутецкий. Вон он, зладенький, убегающий, посмотрите. Ой, хорошо. Дом строишь, говоришь, да? Давай построим дом вместе. Я хотел порейдить, ребята. Вот мы с вами сейчас побежим и порейдим. Не убегай от меня. Да, хорошо, как на тебе, наверное, много всего. Я смотрю, ты тут строишься. Хорошо. Никто тебе не мешает, бро? Надеюсь, никто тебе не мешает, кроме меня. Давай. Давай, сладенький. Давай. 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 Покажи мне, что у тебя есть, маленький. А что это ты убегаешь? Трусишка, что ли, зайка серенький? Так, стопэ. Бейся до конца. Как мужчина. Несмотря на то, что я напал на тебя сзади, всё равно бейся. Это рейд. В этой игре нужно выживать. Давайте, ребята. Хочешь поправить здоровье? Поправь здоровье. Попробуй поправить здоровье своё. Хорошо. Поправил здоровье. Молодец. Разбираем. Нет, мясо не разобрать. Видите, от него отлетает только нога. Ну, парень в любом случае вернётся. Нам не важно, что это за человек. Нам важно отжать всё, что у него было. Хорошо. Мы получили, ребята, с вами девайсы нужные. И, соответственно, сейчас будем двигаться дальше. Так, хорошо. Здесь кровь есть. У него грязь много. Здесь он грязь добывал. Еда кое-какая есть. Вот эти штуки. Пускай это будет. Булаву одну я отбираю. То есть, кладу туда. Теперь наша задача, ребята, найти ягоду, собрать флаг, с которой мы увидим здесь по дороге. И, соответственно, будем двигаться дальше. Уже минус два, ребята. Прошлись по ребятам. Очень приятно. Мальчишки, которые здесь начинают сейчас своё строительство, конечно же, готовы ко всему, я думаю. Но всё-таки вот этот парень был не готов. Я считаю, нужно быть очень аккуратным. Когда ты рубишь деревья, особенно на открытом пространстве, пытаешься построить дом. Это очень неприятно. Поэтому нужно следить за тем, что ты вообще делаешь. Мы бежим на наше старое место, дорогие друзья. Я не хочу оставлять своё старое место, потому что оно мне очень понравилось. Сейчас по дороге соберём ягоду, соберём всё, что нам нужно. Также нам нужно встретить животного. Это очень важно. Все стики, которые я вижу, я тоже буду стараться сейчас собирать, ребята, и действовать дальше. Да, неприятные у нас ситуации с вами возникают. Но всё-таки эти ситуации вполне реальны. Такое может случиться в любой момент, поэтому... Так, тихо. Овцу потише сделаю. Такое может случиться, ребята, в любой момент. То есть в этой игре вайпы сейчас, в принципе, ожидаемы. Ну, мы как бы не сдаёмся, ребята, мы не сдаёмся, почему бы нет. Ну, вайп и вайп, я к этому и готов. В принципе, я уже говорил об этом не раз. Будем строиться, пока у нас есть возможность. Будет вайп, будем строиться снова, соответственно, рейдить и так далее. Будем стараться строиться побыстрее, ребята. Поэтому я для вас сейчас стараюсь... Вообще у нас должно, должен Reign of Kings выходить на канале один раз в день. Ну, я стараюсь снимать для вас его побольше, чтобы вы видели побольше контента до вайпа. Поэтому, надеюсь, вы, ребята, это цените. Надеюсь... Ну, и как я вижу, вам нравятся серии. Ну, вот так получается пока. Я ничего с этим сделать не могу. Будем стараться ходить в рейды. Я всё хочу, ребята, хорошее оружие найти. И, соответственно, уже с ним заниматься... ...всеразличными вещами. Ну, и делами, которые у нас есть. То есть... Я стараюсь, ребята, как можно быстрее развиваться в Reign of Kings. Ну, ладно, вайп так вайп. Вайп это даже интересно, на самом деле. Меня это подстёгивает. Когда у тебя уже готова башня или там каменный замок... Ну, согласитесь, уже немножко не такое чувство... ...как, например, в тот момент, когда у тебя ничего абсолютно нет. И вот это вот... ...вот это вот заставляет двигаться дальше. Делаем крест. Крест мы уже можем поставить, ребята, сделать. Очень быстро мы развиваемся, как вы видите. Сейчас овцу вот эту прихлопнем. И пойдём дальше. Развитие происходит очень быстро в игре. Вот, пожалуйста, я нашёл три овечки всего. И, в принципе, остался доволен. То есть мы сейчас вот эту овцу убьём. Ещё одну овцу убьём. Если найдём кости, кожу мы собираем. Просто двигаемся дальше. Вот сейчас у нас с жаждой проблемы. Да, нужно попить персонажу. Кушать не так хочется. Хорошо. Разбираем овцу до конца. Разобрали. Забираем стики. Из стиков у нас будет основание дома. Будем стараться развиваться быстро с вами, ребята. Это очень важно. Да, важный момент. Это быстрое развитие. Поэтому я стараться буду делать это быстрее. Так вот. Что у нас ещё с вами? По новостям в Reign of Kings. Насколько я знаю, разработчики активно занимаются исправлением багов. Активно занимаются исправлением как раз работы над читерами. Очень много людей банится на серверах. За различные... по различным причинам. Есть люди, которые банятся и несправедливо, насколько я знаю. Есть люди, которые банятся вполне справедливо. У них отбираются аккаунты. И, соответственно, разработчики тем самым уменьшают количество читеров. Да, ребята. Придётся терпеть. Придётся терпеть. Я готов терпеть. Не знаю, как вы. Мне игра безумно нравится. Я тащусь от Reign of Kings. Я тащусь от этого строительства. Я тащусь вообще от геймплея, который здесь есть. Строительство здесь не менее интересно, чем грабежи, насилие, убийство, взламывание домов и прочего. На мой взгляд. В первую очередь. То есть, я не знаю, как вам. Там, конечно, классно наблюдать за сериями, когда ты постоянно кого-то убиваешь. Мне кажется, это интересно, да. Но не менее интересно и смотреть за развитием нашего жилища. Также мне нравится, ребята. Спасибо вам большое, что вы постоянно даёте мне советы. Как я и говорил, я читаю все комментарии, ребята. Спасибо вам большое. Так что пишите, не стесняйтесь. Я это всё учитываю и стараюсь... 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 Стараюсь брать на заметку. Так, вот они... Вот она, ягодка пошла. Берём ягодку. Будем, ребята, жить точно там же. Точно там же, где мы и жили. Нехватка жажды. Посмотрите, жажда у нас сильно так берёт своё. Так. Ничего нет, да? Ничего нет, ребята. Собираем стики. Изначально дом будет у нас из стиков, ребята. Дерево мы уже нарубим на острове. Дерево уже пройдёмся. Мы идём на то же самое место, ребята, где мы с вами уже жили. Идём на то же самое место и начинаем там свою отстройку. Надеюсь, никто нам в этом не помешает. Потому что... Ну, это из серии «Идеальное место». Мне нравится то место, ребята. Да, кстати, я хотел бы вас попросить, кто смотрит ролики, не стоит мешать мне в застройке своего помещения. Не нужно там основывать свои какие-то стены, башни и прочее. Потому что это немножко мешает нам развиваться. В следующий раз я буду вынужден просто, наверное, уйти на комьюнити сервера, доступ к которому будет ограничен, либо доступ к которому вы не найдёте уже в большом-большом списке. Выберу какой-нибудь испанский сервер с пингом 150 и начну там строиться. Вот так как я сейчас играю, ребята, на официальных серверах, если вы знаете, если вы нашли, где мы живём, не стоит приходить и мешать нашим сериям. Это большая просьба у меня. Ну, для тех, естественно, кто уважает мою просьбу. Спасибо большое. Так, ребят, давайте собираем стики. Сегодня у нас какая-то серия, видите, в виде подкаста небольшого. Так, собираем стики. Стиков нужно много, ребята. Стиков нужно очень много. Потому что основание башни будет у нас из стиков. Вон там, посмотрите, уже кто-то из камня занялся строительством. Да, здесь каменная жила, ребята. Камня можно набрать очень много. Давайте рубанём его. Налоги уже стоят. Король уже быстренько захватил трон, дорогие друзья. Так, хорошо. Не промахивайся. Камень, железо, всё это у нас есть. Тихо! Ёлки-маталки, чё за блин? Ай-яй-яй-яй-яй. Испугался, ребята, сильно. Там собака, посмотрите, агрессивная. Давайте флаксы наберём. Не дали нам, ребята, камня собрать. Хотя, чё я мучаюсь? Ой-ой-ой, дамажит, дамажит сильно, ребята. Давайте поедим. Поедим бандажик. Хочу меч сделать каменный. Что у нас там? Место в инвентаре есть вообще? Каменный меч, каменный меч. Да. Боан-даггер у нас есть. Сколько у него дэмэдж? Дэмэдж 7. И стонсворд. Давайте сделаем стонсворд. Сразу же. Выкинем палку. Топор у нас есть. Да, хорошо. Стонсворд у нас всегда будет для того, чтобы можно было воевать с животными, ну и, соответственно, другими игроками, которые попытаются на нас напасть. Хорошо. Двигаемся потихоньку в нужном нам направлении. Камень я всегда соберу. Эти жилы мы знаем, ребята. Где они находятся? Мы тоже знаем. То есть здесь, вне всяких сомнений, мы можем прийти и собрать то, что нам нужно. Так, пошли дальше. Так, здесь, здесь, здесь. Все собрали, значит. Идем на наш остров, ребята. На тот самый остров, где мы начинали с вами. Где мы и собираемся продолжать. Так. Остров находится где-то вот там. Башню можно сделать, в принципе, в любом месте. Можно и не идти на остров, например, вот здесь обосноваться. Кстати говоря, довольно хорошее, красивое место. Вот там пляж. Я ничего не упустил? Ребята, я ничего... Да, я слишком далеко убежал. Ай-яй-яй-яй. Наш остров находится вон там. Хотя можно башню и здесь вот сделать. Хотя я хочу быть поближе к королю. Блин. Там не так много ресурсов у нас на острове, в принципе. Ой, ребята, очень много мест в игре, в принципе, где можно поселиться. Вот эта гора мне очень нравится, посмотрите. Но остров такой уединенный, кажется, знаете. Я не знаю, он меня сразу привлек. Остров сразу выглядел для меня привлекательным. Мне кажется, он очень хорошо подходит по всему вообще для строительства и обживания. Вот это тоже отличное место, посмотрите, дорогие друзья. Ай-яй-яй. Наш островок находится вот там, ребята. Но здесь мы сможем быть близко очень к... Естественно, ко всему остальному. Ёлки-палки. Ближе к камню, ребята, быть? Или быть на нашем острове? Наш остров находится там. Здесь еще вон есть островок. Заливчик. Вот это место, кажется, классно. Там пляж. Ладно, давайте пробежимся дальше. Съедим ягоду. И начнем обустраиваться. Ай-яй-яй-яй. Ребята, столько мест соблазнительных. Здесь близко к камню и к железу. Вон там уже, посмотрите, башня стоит. То есть башня уже там построена, я смотрю. Здесь дерева много, да? Камня много. Там можно спуститься. Ёлки-палки. Вот оно, вот оно, то самое место нашей мечты, дорогие друзья. Ладно, хорошо. Я здесь буду строиться. Остров это прекрасно. Но все-таки такую башню было бы хорошо отгрохать прямо здесь. И музыка заиграла, посмотрите. Это верное решение. Это верное решение. Ты сделал правильный выбор. Следуй сердцу своему. Стройся именно здесь. Вы слышали, ребята? Офигеть просто. Да, это именно то место, дорогие друзья. Давайте сделаем. Все-все-все, я понял. Голос свыше. Слышали, ребята? Офигеть просто. Стройся именно здесь, сказали мне. Все, я буду. Я буду. Слышите? Кто бы там ни был, я буду. Я буду строиться именно здесь. Именно здесь. Будет наша башня. Ай-яй-яй! Так, тихо. Прошу прощения. И музыка такая. Ай-яй-яй, ребята. Офигеть. Так, сейчас вот так вот. Вот так вот. Так вот. Перепрыгиваем вот сюда. И здесь у нас пошло основание. Здесь у нас пошло основание. Для нашей с вами башни, дорогие друзья. Все будет из дерева. Так, хорошо. Хорошо. Начало есть, дорогие друзья. Начало есть. Так, теперь. Ягода у нас есть. Это хорошо. Деревьев здесь довольно много. Поэтому мы будем сейчас вырубать деревья в огромном количестве. Налоги, ребята, правда, большие. Ладно, давайте вырубим деревья. Нам нужно количество деревьев. Такое количество деревьев, которого хватит на стол. То есть, интересно, вот здесь я могу поставить стол сейчас? Давайте глянем. Так. Ой, какая музыка. Ёлки-маталки. 120 дерева нужно. И башня короля, посмотрите, видно. Там ее уже кто-то отхватывает. Там, наверное, битва происходит уже вовсю. Но мы сначала обоснуемся. Я думаю, мы сделаем это довольно быстро, ребята. Так. Так. Падает, падает дерево. Так, забираем здесь камень. Берем второе дерево. Берем второе дерево. Сейчас нарубим. Наррубим достаточное количество для крафта стола. Нам нужен стол в первую очередь. Да. Нам нужен стол. Делаем потихонечку стол. И продолжаем рубить деревья. Место просто невероятно шикарное. Очень красивое место. Здесь рядом находится камень. Каменное основание мы сделаем довольно быстро, я думаю. Также у нас есть металл. Сразу же загрейдим все. Мы с каждой серией, когда начинаем заново, ребята, на самом деле, развиваемся все быстрее и быстрее. И это не может не радовать. Так, подождите, что у нас тут по месту? Место еще есть у нас, да? И это не может не радовать. Также камень. Камень у нас всегда находится под нами. Вот здесь. Это тоже очень радует. Животных будем убивать. Будем делать все, что нужно. Нужно сейчас сделать большое количество дерева для того, чтобы в первую очередь сделать себе стены, туда повесить наш с вами крест. Захватить сразу территорию. Ну и, соответственно, двигаться дальше. Из стиков можно. Можно не брезговать вообще нашими стенами. Стены нам и не нужны, по сути. Нам нужно хорошее основание для башни. Хорошее основание для башни, которое будет уже расширяться, расстраиваться дальше. Вбок и в прочие места. То есть вот здесь я поставлю себе столик рядом с башней. Чтобы никто... Так. Так, давайте вот здесь. Чтобы никто его не нашел, хотел сказать, и какая разница. Но найдет его кто-то и найдет, ничего страшного. Так, 332 дерева у нас есть. Давайте сразу же запилим сюда. Что? Деревянный блок теперь стоит сколько? 50, ребята, дерева. Патч исправил это. 50 дерева теперь нужно на один деревянный блок, дорогие друзья. Офигеть. Ёлки-палки. Вот это изменение баланса. Это то есть сколько мне нужно рубить? Проще из камня все строить. Ай-яй-яй. Надо загрейдить срочно стол, ребята. Нужно загрейдить срочно стол. 50 дерева теперь требуется. Это просто невероятно. Это очень много. Так, дерево упало. Давайте его дорубим. Это очень много, правда. Неожиданно. Да, ребята, изменяют постоянно. Видите, разработчики баланс. Ну, в принципе, тоже верно. Дерево это довольно прочное. 3000 хп. Просто так его здесь не построишь. Просто так его не пробьешь, точнее. И, соответственно, рейдерам все тяжелее и тяжелее. Наверное, разработчики сейчас смотрят в сторону большой движухи вокруг PvP. Именно составляющей. Чтобы люди меньше занимались строительством, а все-таки больше занимались рейдами. Ну и, соответственно, блоки. Кто будет иметь такие блоки, естественно, будут защищены лучше, чем все остальные. Также нам нужен сундук, ребята. Сейчас срочно. Так, значит. Вход у нас будет вот отсюда делаться. Да, вот здесь я буду подставлять два блока. Ладно, нужно собрать еще стиков, ребята. Скрафтить уже все, что нужно. И двигаться дальше. Флакса у нас мало. Ничего загрейдить не могу. Цветы нафиг не нужны. Кровь мне нафиг не нужна. Курочку мы, естественно, пожарим. Давайте посмотрим, что у нас здесь нужно. 55 флакс, 90 вуд. Ребята, нам нужно в любом случае сейчас бежать и путешествовать. Дерево будем рубить и вернемся к башне. Нам крест нужно закрепить, ребята. Крест нужно закрепить очень срочно. Чтобы сразу закрепить свою территорию за собой. Пока мы бегаем, кстати, путешествуем. Сейчас это и сделаем. Да, ребята, пойдем в большие-большие странствия. В далекие-далекие места. Так, вот здесь. Вот здесь вот это мы собираем. Флакс бы найти, ребята, поблизости. Сейчас сделаю несколько блоков и стиков. Заберемся наверх. Дерево у нас есть. Флакса здесь вроде бы не растет. На. Так, цветы нам не нужны абсолютно. Ладно, давайте вернемся. Кстати, отсюда вот башни не видно. Это очень радует. Флакс, посмотрите, сколько много в одном месте. Здесь у нас жилки всякие. Камня очень много, посмотрите, валяется. Главное довести сейчас стол до уровня, чтобы он мог у нас производить камень. А дальше с камнем проблем у нас не будет. Мы будем просто лазить по нашим горкам. И, соответственно, уже заниматься строительством. Ну, будем добывать камень, естественно, ходить на жилы, металл. Тоже все это никуда не денется. Так, давайте сейчас подстроим немножко себе лесенку. Так, вот таким образом. Вот таким образом. Раз, два. Ну, забирайся, бро. Ну, давай. Хорошо? Запрыгнули. Ну же. Выставляем здесь просто стенку. Эта стенка у нас будет чисто для наших с вами задач. А наша с вами задача, это прикрепить сейчас крест. То есть сейчас крест прикрепим, дальше уже будем смотреть. Да, эта стенка нужна просто для креста сейчас. Освободим еще заодно себе инвентарь. Таким образом. Ставим крест. Крест будет стоять вот здесь. Все, дело пошло у нас. Ну и пока у нас ставится крест, естественно, спрыгиваем и вернемся уже сюда. А нет, хотя еще рано. Сначала нам нужен сундук, ребята. Сейчас сложим то, что не нужно. Сюда никто уже не заберется, в принципе, наверх. Просто так. Поэтому ставим здесь сундук, чтобы побольше с собой унести, естественно. Так, давайте вот таким образом. Никто не допрыгнет, вроде бы не возьмет, да, у нас сундук? Или возьмет все-таки? Давайте сделаем. Ой-ой-ой, и зеленки надо побольше, ребята. Посмотрите-ка, как разработчики увеличили стоимость-то всего, что нужно. Так, тихо. Тихо, вот так. Вот таким образом, да. Так, одно основание нужно убрать. В принципе, оно нам не нужно. Дом остается висеть, все хорошо. Здесь мы продлим сейчас, ребята. И вот таким образом. Пошло у нас расширение, ребята. Вход будет у нас один, да? И вот здесь нужно расширить немножко. Вот таким образом. Так. Еще четыре блока есть у нас. Вот здесь закрепим блок. Ну и там уже не важно, в принципе, что да как. Остальные блоки я себе оставлю. Ну что, поехали, ребята. Ночь у нас глубокая. А мы идем собирать то, что нам нужно. Так, здесь ничего нет. Да, ребята, увеличили у нас стоимость оборудования, скажем так. Развитие быстрое, развитие быстрое. Сейчас развитие будет медленнее, ребята. Ну, медленнее, не намного медленнее, в принципе. Нам только сундуки нужны наверху. Мы будем лут пытаться отжимать, конечно же. Искать ребят, которые неаккуратно будут, соответственно, жить вокруг, обживаться. А, и забирать их. Нужен флекс и прочее. Так. Давайте собираем дерево сейчас. Дерево, ой, как нужно много, ребята, теперь. Ай-яй-яй-яй-яй. Нужны инструменты сразу же хорошие. Нужна печка будет. Нужен будет хороший костер сразу. Елки-маталки. Это очень неприятно. Это очень неприятно то, что нужно так много всего. Так, ну, дерево мы собираем. Дерево собираем. Давайте продумаем сейчас. Ягода, кстати, стала... Жажда у персонажа стала сильнее. А также у персонажа стала сильнее... Сильнее, по-моему... Не-не-не, по еде все нормально. Сытость... Сытость нормально. Но вот жажды, жажды стало больше. Ягодами теперь, я думаю... Мы не сможем отжираться, как раньше. О, в большом количестве. Но все равно. Давайте двигаться дальше. Патчи-вайпы, патчи-вайпы. Так. Здесь камни. Здесь камни. Камни собираем. Камни нужны. Флаксы нужны, ребята. Стики, стики... Стики, по-моему, добыть, ребята, проще, бегая вокруг. Чем что-либо другое. Так, где наше место, я, в принципе, запомнил. Я, в принципе, запомнил. Так, вот там, вот там уже башня какая-то стоит. Подождите, это не короля или башня? Да, это башня короля. Место мы, ребята, запомним. Хорошо. Так, вот здесь забираем стики. Здесь забираем камни. Камни. Стики. Нам нужен флакс, ребята. Флакс для того, чтобы быстренько-быстренько загрейдить... Быстренько загрейдить нам столы. Нам нужен стол. Нам нужна будет кузница, ребята. Для того, чтобы делать металл. То есть из металла делать уже металлические... Металлические девайсы. Нам нужен топор. Нам много чего нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Да уж. Тьма тьмущая еще. Ладно, давайте пойдем наверх. Стиков пособираем. Ладно, придется нам из стиков, ребята, строительство-то проводить. Все будет в зеленке у нас. Пока дерева нет. В большом количестве. Неприятно. Неприятно. Еще нужно будет костер наверху поставить. Камня нужно будет много. Ну, до камня еще, ребята, флакса нужно набрать. Огромное количество цветов я не вижу в большом количестве. Нет цветов вокруг. Раньше было... Ой, цветов. Ягод. Раньше было очень много ягод у нас. Сейчас, видите. Нет. Тоже проблема. Теперь не попитаешься просто так ягодками. Раньше я выживал чисто на ягоде. В принципе, на мясо вообще не нужно было. А вот сейчас такая история, видите. Главное сейчас, чтобы у нас ничего не отжали. Кровать поставим где-нибудь. Пока кровать, в принципе, не нужна. Вот ягодку собрали. Хорошо. Вот ягода есть. Давай ягоду. Давай побольше ягоды нам. Так, тихо. Что там валяется? Так, кустики-стики собрали. Флакс не вижу, ребята. Может, потому что ночь... Светить фонарем не хочется? Светить фонарем вообще не хочется. Светить фонарем неприятно. Так. Забираем лен. И идем дальше. Лен такая вещь, его так тяжело на самом деле найти. В большом количестве. Там двое. Там двое или один. Там двое или один, ребята. Я не вижу. Так, хорошо, мальчишка. Покажи, что у тебя есть. Строишься? Отстраивайся. Я по нему не попал вообще. Я по нему не попадаю, ребята. Фигня какая-то. Фигня какая-то. Не попал вообще ни разу. Куда же убегаешь ты, бро? Куда же убегаешь ты, скажи мне? Куда же ты, бегуночек? Отстроиться решил? Ну, отстраивайся. В попку посмотрите, попали, ребята. Давай, маленький. Еще. Еще давай. Ой, он лагает, ребята. Сильно лагер. Лагер какой-то. Тяжело от него сбежать, посмотрите. Тяжело. Ой, тяжело. Тяжело его догнать, а не сбежать. У него стамина кончается, в принципе. Он сейчас скоро остановится. Бегать не сможет. Нам нужно больше метательного оружия от убегающих, ребят. Чтобы нас не шлепнули. Да, больше метательного оружия. Посмотрите, вообще попасть по нему не могу. Парень какой-то крайне агрессивный. На собаку бежит, ребята. Сейчас его собака сагрит. Родной мой. Вообще, ребята, не рубится. Собака на мне. Собака на мне. Так, у меня стамина кончается. У меня стамина кончается, ребята. Убежал. Убежала. Собака на мне. Видите, переагрилась на меня. Ладно, все, уходим. Уходим. Не вышло. Забираем стики. Нужно больше проджекти для оружия сделать. Так, хорошо. Ладно, наша задача. Мы пришли сюда за флаксом. Парень убежал. Ну, пускай убежал. Трусишка. Тут каменные жилы где-то, да. Ой, металлические. Железные, точнее. Не попал я по пацану вообще. Так, что можно скрафтить? А, проджектили могу скрафтить. Давайте больше их сделаем. Будем втыкать в тела врагов наших. Так, все, стоп. Хватит, 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 хватит этого количества. И давайте двигаться дальше. Флакс нужен. Флакс, флакс, флакс. Мы шли вообще сюда за флаксом, ребята. Ёлки-палки. Не получилось отжать у пацана ни черта. Неприятно это. Неприятно, когда вот убегают, ребята. Не воюют почему-то. Нужно же понимать, что война это нормально. Что война это хорошо. Лучше уж убить, убить противника, пасть в бою, да, чем, чем убегать от него. Ну, смотря какие ситуации у него, хотя было много, много ресурсов, видите. Олень убежал, олень не нужен. Так, вот здесь город наш. Здесь, да, здесь чумной город. Никого нет, ребята. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вон там тоже. Там тут башня стоит каменная. Конечно, здесь каменная жила. Здесь и флакса было много раньше. Беготня беготнёй. Но нужно уже думать о выживании. Ёлки-палки. Ну, пока у нас там территория захватывается, в принципе. Всё ровно и хорошо. Так. Здесь мы взяли. Там возьмём. Тут камень у нас. Ещё одна глыба, посмотрите, ребята, валяется. А здесь у нас ещё стики. Так, вот эти стики. Ёлки-палки-то, ничего не видно. Вообще флакса, ребята, нет. Ресурс и так был редким. Тут он стал ещё реже попадаться. Что у нас там по стикам? 150 стиков. Но этого очень мало. Раньше, если по 10 стиков стоимость была... О-о-о-о-о... Блока, то сейчас 25 это очень много. Это очень много. Теперь я не смогу быстро расстраивать себе... ...из зелёнки всё, что захочу. И флэксы нужны. Вообще нужно в камень переводить уже сразу же строительство наше. А также нам флэкс, по-моему, нужен для грейда костра. Хотя я могу ошибаться. Не помню. То есть много-много проблем сейчас у нас. Насущных. Жилищных, скажем так. Больше всего сейчас проблем с флэксом. Дерево, ладно, я уже как-нибудь нарублю, ребята. А вот... Таких вот проблем, конечно, море. Так, давайте ещё раз пробежимся тут, посмотрим. Я не знаю, может, есть какие-то поляны флэкса. Льняные. Скорее всего, это дальше там. На большой земле. Мы обычно в уединённом месте живём. Так, вот там башня. Неинтересно. Здесь у нас то, что нужно. Стиков хотя бы. Сейчас из стиков, ребята, сделаем начально. Изначально. Что-то. Камень-то я добуду, всегда приду. Тихо. Ребята, слышите? Кто-то здесь бегает. Так. Так, смотрим. Он меня ищет, что ли? Не-не-не, рубит кто-то, ребята. Камень рубит. Куда же ты, маленький? Куда же ты засовываешь-то? Посмотрите-ка, а? Куда же ты засовываешь, бро? Опа! В бой! В бой пошёл, пацан. Давай. Давай, бро. А чё ты убегаешь-то сразу? А чё ты убегаешь-то от меня? Давай! Три! Давай, бро. Давай, главное, действуй. Боится, посмотрите. На развороте, ребята, накидывает нам. На развороте накидывает, по попке ему. Давайте, ребята. Истекает, потёк. Хорошо, как стало, ребята. Хорошо, сейчас отожмём, чё там у него было. Ой, хорошо как. Ой, как хорошо, ребята. Флакс есть? 36. Ладно, достаточно. Пойдём, это нам не нужно ничего. Пойдём, ребята, и ягоды моря. Всё, возвращаемся на базу. Минус три за эту серию, дорогие друзья. Это просто невероятно. Минус три! Every day I'm shuffling. Можно написать good game, GG. В комментариях. Ладно, ребята, побежали на базу. Стики у него тоже вроде бы были. Камень! Тысяча двадцать... Тысяча двести девяносто камня, ребята. Нужно срочно. А вон наша башня. Всё понятно. Всё понятно. Вон наша башня, ребята. Вон там собака бежит. Собака не нужна. Ребята! Как хорошо, что мы все здесь собрались. Как говорится, наш стол, наша башня видна издалека просто. Ёлки-палки. Этот парень меня сразу увидит, если я буду отстраиваться. Но, естественно, он сделать ничего не сможет, если у нас сейчас крест будет захвачен. Стол у нас стоит. Флакса нужно много, конечно, нам. Но я надеюсь, что мы где-то найдём. Может, на берегу моря где-то сходить, посмотреть его. Не бежать на большую землю. У нас много-много-много-много камня сейчас, ребята. В сундуке... О, в сундуке будет. А я камень в сундуке оставлю, чтобы ёлки-моталки не потерять его. Потому что это сразу будет наше каменное основание. Ой-ой-ой, это просто невероятное что-то, дорогие друзья. Так, давайте вот здесь сейчас построим. Раз. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блок убираем. Раз. Два. Запрыгиваем на него. Ну. Блин, как же неудобно. Персонаж прыгает. Вот он запрыгивает и летит по инерции вперёд. Так, хорошо. Так, и вот здесь можно продлевать уже блоки, да? Давайте вот так вот встанем. Да. Хорошо. Итак, давайте уберём весь камень. Весь камень в сундук. Жир. Птицу. Шерсть тоже оставлю здесь. Грязь, которая, в принципе, не нужна. Мясо. Мы его пожарим. И сейчас наша задача, ребята, естественно, заняться строительством костра, который будет потом апгрейдирован в будущем. Неважно, из каких ресурсов мы сейчас это будем делать. Крест у нас захватывать продолжает территорию, да? Сколько там осталось? Совсем немножко осталось. Так, давайте вот таким образом застраиваемся. И дальше ещё. Вот таким образом. Столбы, по сути, сюда переставить, на самом деле. Потом нам нужно будет продлить уже здесь что-то. Так, вот таким. Пока, ребята, из всех материалов, которые у нас есть, подручных, будем заниматься застройкой. То есть всё, что есть, то и будем делать. И с того и будем делать, точнее. Нам нужно поставить сейчас костёр, который тоже будет в будущем апгрейдирован в печь. Костёр пока я поставлю. Так, давайте скрафтим его сначала. Вот сюда. Так, костёр делается, значит, можно вниз сейчас спрыгнуть, в принципе. Ресурсов много. Кожу и кости я оставляю. Здесь, здесь мы всё, что нужно, сделали. Ягода у нас есть. Сейчас крест будет захватывать дальше у нас, продолжать территорию. А мы спокойненько сейчас спрыгиваем вниз. Убираем вот эти два лишних блока, которые мы поставили сюда. И двигаемся дальше. Да, двигаемся дальше. Двигаемся к нашему столу. Стол вообще можно было бы попробовать переставить. Я не знаю. Что? Меня убил читер. Офигеть. Меня убил читер, дорогие друзья. Первый раз мы с этим столкнулись. Респауниться на пляже. Идём, ребята, в наше место. Хорошо, что я выложил что-то из сундука. Офигеть, ребята! Меня убил читер! Ай-яй-яй-яй. Ладно, ничего страшного. Бежим обратно, пытаемся забрать лут. Всё, теперь я понял. Да, кто-то написал, видите, в чате. Слабые читеры с маленькими членами. Мецгер Плимпф написал. Да, читеры всех убили, ребята. Это король. Во, посмотрите, Fly Mode Enabled. Вот что происходит в Reign of Kings, дорогие друзья. Ну, башня захватится, в принципе. Вот, ребята, первый раз мы с вами столкнулись с читами. Видите, что творится? Убивают нас постоянно. Ну, что же, ребята, мы продолжим серию, естественно, с вами в следующий раз. Но, видите, все респаунятся. И читеры... Да-да-да, ребята. Вот, посмотрите, что такое читы. Fly Mode Enabled. Читы включаются абсолютно всем. И, ёлки-палки. Ну, вы увидели, что такое читеры. Ну, что же, ребята, давайте продолжим на следующей серии, когда здесь все успокоится. И все будет хорошо. А с вами был Шиморо. Увидимся. Пока. Пипец, конечно. Кикните хакера. Спасибо, Эггн. Pretty Gay. Avoid running men. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, хакер на сервере. Ладно, подождем, пока успокоится с нашим сервером. Неприятная ситуация, конечно. Но все же, мы закончим наше строительство. В принципе, серия уже должна была подходить к концу. Жаль, конечно, ребята. Будем двигаться дальше на следующей серии. С вами был Шиморо. Пока.